Добрый день, дорогие ребята! Начинаем урок. Меня зовут Сивцева Диана Алексеевна, я учитель математики республиканской в лице интерната. Сегодня мы с вами рассмотрим объем цилиндра, переливание жидкостей из цилиндра в цилиндр, ну и задачи ЕГЭ. Приступим к задачам. Вот. Объем цилиндра. Как же мы находим объем цилиндра? Чтобы найти объем цилиндра, нам надо знать следующие параметры. Нам надо знать высоту цилиндра, радиус цилиндра, либо диаметр. Известная формула объем цилиндра равен площади основания, умноженной на высоту. Ну или вот формула. Так, вот первая задача. Обратите внимание, вот в цилиндре у меня есть вода. Высота, уровень этой жидкости в данном сосуде мы будем считать за высоту цилиндра, ну и радиус цилиндра. В эту воду мы опустим деталь. В данном случае баночка из-под меда. Опустим деталь. Обратите внимание, уровень жидкости стал выше. Значит, высота цилиндра стала выше. При помощи этого приема мы можем с вами найти объем этой детали. Об этом идет речь данной задачи. В цилиндрический сосуд налили 5000 кубических сантиметров воды, то есть 5 литров. Опустили деталь. При этом стал уровень жидкости в начале 40 сантиметров. Когда опустили деталь, уровень жидкости стал выше на 16 сантиметров. Нам надо найти объем детали. Давайте решим эту задачу. Мы знаем, что объем первого цилиндра равен 5000 кубических сантиметров. Он равен площадь основания, умноженная на высоту, то есть уровень жидкости. Объем второго цилиндра равен площадь основания, основанию цилиндра тоже, но уже уровень жидкости выше на 16 сантиметров, поэтому мы прибавим. Получится 56 умноженное на площадь основания. В данном случае, чтобы найти объем В2, нам надо знать площадь основания. Из первого выражения можем мы узнать отсюда. Площадь основания равен 5000 делим на 40, и у нас получится 125 квадратных сантиметров. 125 эти мы вот сюда подставим. У нас получится 56 умноженное на 125. 56 на 125 можно умножить в уме следующим образом. Мы знаем, что 125 это есть 1000 деленное на 8. Здесь мы можем сократить. Будет 7. Значит, объем второго большого цилиндра, то есть жидкости с деталью 7000 кубических сантиметров. Чтобы найти объем детали вот этой, нам тогда надо что сделать? От объема второго конуса отнять объем первого конуса. И у нас получится 7000 отнимаем 5000 объем первого конуса, 2000 кубических сантиметров, то есть 2 литра. Таким образом, чтобы найти объем погруженной детали от объема большого конуса, цилиндра, простите, надо отнять объем второго цилиндра. Решим задачу номер 2. Так, здесь в сосуде находится жидкость. Уровень жидкости находится на уровне 27 сантиметров. Эту жидкость мы переливаем в другой цилиндр, диаметр которого в три раза больше первого. Вот у нас первый цилиндр, вот второй цилиндр. Переливаем. Уровень жидкости, как вы видите, стал меньше. Нам надо найти вот высоту этого цилиндра. Так, обратите внимание, когда мы переливаем воду, объем жидкости не меняется. Объемы цилиндров равны. Параметры разные. Объем жидкости у нас равен площадь основания, умноженная на высоту. Здесь речь идет о том, что диаметр второго цилиндра в три раза больше первого, поэтому площадь выразим через радиус. Так, это у нас первый цилиндр. После того, как мы перелили, цилиндр с большим диаметром, но радиус будет тоже в три раза больше. Высота меняется, как мы видели. Эти объемы у нас равны. Давайте мы приравняем. Пи в квадрате равно 20, умноженное на 27, равно. Пи возведем в квадрат, умноженное на h. В этом выражении на числа, не равные нулю, можно сократить. Тогда здесь мы тоже разделим на 9, останется 3. На r в квадрате сократим, на пи сократим, и h у нас останется 3. Уровень воды во втором цилиндре будет 3 сантиметра. Обратите внимание, уровень воды был сначала у нас 27, потом он стал у нас 3 сантиметра. То есть во сколько раз уменьшился уровень в 9 раз. Диаметр у нас увеличился в 3 раза. Уровень воды уменьшился в 9 раз, то есть 3 в квадрате раз. Вот как раз картинка предыдущей задачи. Вот задача номер 3. Это очень популярная задача. Даны две кружки цилиндрической формы. Высота цилиндра больше в полтора раза. Радиус больше в 2 раза. Так, если объем первого цилиндра у нас равен пи р в квадрате на h, то объем второго цилиндра у нас будет радиус вдвое шире, то есть 2 р в квадрате. Высота больше в полтора раза. Это у нас будет 6 пи р в квадрате на h. Как мы видим, во сколько раз больше объем второй кружки? 6 раз. То есть v2 деленное на v1 равно 6. Вы можете себе ответить вот на этот вопрос. Таким образом, можно решить, но эта задача похожа, здесь только надо найти объем цилиндра, когда известно отношение параметров, и на систематизацию. Вот сегодня предложенные задачи можно внести в такую таблицу. Ну вот я разбила на типы задач. Найти объем детали, то есть чтобы найти объем детали, от большего объема цилиндра надо отнять меньший. Найти уровень жидкости, найти отношение объемов, найти объем другого цилиндра. Ребята, вы можете этот кадр сфотографировать. Вот в нижней строке я предлагаю аналогичные задачи, вы можете попробовать решить. А вот здесь я написала комментарии к методам решения этих задач. Урок закончен. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok